вы добровольно даете интервью то есть и никакого давления нету и так далее и вы согласны чтобы это было опубликовано в средствах массовой информации или в соцсетях да ради бога пожалуйста может при меня увидят от родные его зовут николай до матвеев николай петрович год рождения 7 февраля 1986 года откуда сами родом солнцкая область проживаю в городе новосибирск омска нет родом солнцкая область а а проживаю в городе новосибирск какая должность начальной радиостанции то это войска аэрах да не понял это начальной радиостанции был военный кадровый до российской армии когда заехали в украину 24 24 февраля то есть первый день да знали куда едете что будете делать в принципе нет приказ отдали только 23 февраля вечером буквально мы вооружились экипировались приказ пустую пучу сделаешь а мне стояли стояли очень в брянской области где-то в лесах сколько стояли месяц примерно просто занятие учения обычная полевая жизнь как бы это не первая такая командировка что мы в лес приезжаем где-нибудь стоим в лесу просто и все как бы было по два по три месяца просто в лесу жили грубо говоря как бы вообще никто внимание на это не обратил разговаривали что учение на ну говорили что учение будет белоруссии как бы мы даже на эти учения только мы попали а погон на какие у вас еще раз старшего сержанта старший сержант да а в плен как попали где в плен мы 24 числа колонна шла наша я не знаю населенных пунктов не видел может я сидел непосредственно в радиостанции саму в кумбе обеспечивал связь и как бы населенных пунктов не видел знаю что ехали с чем каким-то лесам полям дебрям там непонятно потому что ветки от ну про деревьев как-то мимо проезжали шушали по машине все и где-то часа в три наверно может вышли на трассу шоссе такая нормальная шоссе я не знаю что за шоссе две полосы движения в одну сторону две полосы движения другую сторону и между ними там как бы не бордюра на этот насаждение такое тренинг тренинг разделенных две полосы движения еще попали в засаду колонна начали нашу разбивать не радиостанция попала под обстрел подсильный он просто стрелковое оружие не гранатомет намечаю автоматы или либо пулеметы я не знаю чем добротно такой обстрел был в первую то может 13-15 секунд боя вот этого мне ногу перебила кость сразу я нога повисла кровью потерял много мне там мои там личный состав ехал у меня кунге в моем они мне жгут наложили когда обстрел прекратился маленечко они только спросили что делать я говорю что делать уходите говорю отсюда пока не сожгли нас всех все время приказ отдал чтобы они ушли с машины а я в машине остался еще попросил там медика мне только позовите но я так понимаю медики тоже были в таком же плачевном состоянии говорю как и я я не знаю просто медицинский урал ехал но не бронированный ничего а остальная техника с которой нашла она это тигры камазы уралы были они были не бронированные ну как раз рукова оружие не спасают так заходили через какую область вы даже не понимали через какую область я не знаю нет не через донецкую потому что мы оказали черниговской области как бы по черниговам это было по чернигам да и сколько до чернигова вас подбили я не знаю расстояние сколько проехали от границ мы ехали пресекли границу часа на может пять шесть утра бой начался грубо говоря часа три уже как бы мы долго ездили по полям по лесам какие-то может по дорогам видеть это я не знаю то есть вы взяли плен первый же день нет в плен не попал только 25 февраля 25 до потому что лично составу сказал что по метой заехали утром 24 пензеля до 25 до что сказали что едете делать ничего не сказали вообще задачи каких-то не было мне просто задачу поставили обеспечить связь с вышестоящим командованием все почему-то мне это не получилось мы заглушили может еще что-то не знаю не было связи никакой хотя радиостанция довольно таки новые обеспечивать связь довольно таких а какой населенный пункт вот брянская область я смотрю там есть вот вы заходили через какой населенный пункт россии я населенных пунктов россии как бы не знаю я знаю что станция где мы выгружались блок это три буквы но вышли на чернигов да вы это понимали не то что мы именно пойдем на чернигов я даже этого не знаю а это все так вот например просто я узнал про чернигов вы курите да что и в чернигове это когда у меня уже непосредственно в госпиталь в чернигов привезли это уже в суда да я когда меня ранило я спешил сам выполз с камаза взял свое оружие штатное автомата к 12 там от калашникова в разгрузке с боеприпасами все мы без каски а только на момент он сделал потом уже каску на 1 свой взял выполз лег возле задних колес камаза все моя колонна маленечко вперед прошла там бой стрелкова шел долго прям интенсивный бой шел все я голову назад опрокинул посмотрел мою два танка идет чей танки были сначала это не понял а потом когда прошли выстрелы слышно как на снаряд мимо пролетает я маленько скатился в лесополосу а так как у нас манирование было уже не пиксель армейская мультика москай видать с листвой слился мне просто на не заметили не знаю это украинской танки следа да это были украинские танки я скатился в эту лесу полосу и как сказать ну под более потери потери крови потерял маленькое сознание буквально может минут на 20 на 30 я не знаю потом и когда чухался уже моей машины не было хотя она остановилась она заведенная стояла как бы двигатель на камазе работу когда возле камаза лежал а потом это его уже утащили дать или чего не на его не было все я сделал все там импровизированную лангетку нелангенку шины наложил все шнурки что у меня были там чехол от каски под пятку что нога повисла козь не видела ну и все выбрал направление там как учили по мху чтобы нашел направление хотя бы на север там на северо-восток развиваться никаких приборов не было у меня как бы какой компас не компас это все будет осталось в машине как бы при себе его в карманах у него не было на местность все равно ориентироваться же умеешь мальничка стороны северо направлении это можно найти историю свет цель пополз-полз-полз сознание терял утюхивался стало тяжело сначала стал бронежилет и каску выбросил пронежать вместе с боеприпасами в магазинах всем как было взял только с собой сначала автомат просто автомат и один магазин был все потом уже когда я даже автомат не смогли с собой оттащить я уже автомат бросил потом полз-полз-полз думал колонны какие-то наши пойдут ну нашего ска какие-то я не знаю кто не так никого и не было видео просто стоит телефонная вышка ну она уже с темно было с этими как для авиации красными огнями и три окна горела ты или 4 4 по моему дум поползу туда везде люди как бы либо сдохну здесь как собака в этой лесополосе либо там добью ну там хотя бы тело передадут ну уже такие мысли были как бы все туда пополз это оказалось какая-то электроподстанция электроподстанция и я постучался в двери просто спросили кто это ну как это пополз постучался просто русские солдаты двери открыли увидели меня затащили меня вовнутрь обшарили конечно карман чтобы мне там это гражданские люди это не как бы граждан час охрана предприятия охранники просто они положили на матрас коридоре сдали воды теплой попить вызвали своего старшего там начальника который приехал уже чернигово непосредственно и это непосредственно который приехал потом позвоню в полицейский участок меня привезли в полицейский участок эти же охранники на машине меня сотрудники просили что как почему как ну что было и все потом увезли меня в госпитале чернигов в госпитале меня уже доктор посмотрел спросил когда ранение получил я сказал ну типа вчера еще он сейчас если я смогу твою ногу спасти я тебе и спасу если не смогу тут извини когда мне сняли ну разрезать мои штаны уже сняли все сняли носок я уже был без ботинка потому что я там шнурки разрезал что как-то к скамаза вылазил выкинул что он тяжелый был от крови он сказал я уже поймешь ничем не смогу потому что сама ступня она уже почернела и гангрена уже выше пошла он говорит как бы я тебе постараюсь сделать так чтобы хотя бы протесты потом сделал все черниговском госпитале пролежал может 45 я не знаю потом не призыв киевский госпиталь и 10 марта уже в киевское сизо привезли и двадцать девятого по моему июля нас с киевское сизо привели уже непосредственно сюда жена дети есть есть сколько двое детей два мальчика одному пять лет одному 15 будет в сентябре вы кадровые военные да всю жизнь в армии 12 лет вместе со срочкой почему армию выбрали я как бы когда на срочку пошел хотел после срочки контракт подписать мы познакомился с женой со своей она ну сначала было против как бы службы в армии не знаю почему ну я работал на гражданке по образованию по-своему я по образованию газоэлектросварщик как бы умею эту работу выполнять потом кредит взял не кредитом кризис не кризис этот финансы бухты барахты полетела там женой маленькой поругался потом брат старшим военный пенсионер сейчас он посоветовал там двадцать четвертой бригадой переехал в новосибирск с иркутска в отношении возьми контракт подпиши я думаю будет лучше будет как бы приехал и отношения взяла связистов как бы там нехватка было который я там на срочке связистом уже закончил учебную воинскую часть связи и заместитель командира взвода связи был все они поставили на должность начальная предостанция с 2013 года так я на этой должности до сих пор стою пока являюсь военнослужащим а сколько получили у меня зарплата была 67 тысяч это сколько немного больше 1000 долларов где-то да где-то так но в россии как бы 67 тысяч даже в новосибирске потому что у меня как бы уже квартира своя как бы министерство обороны мне предоставило с коммунальным платежом 2,5 тысячи рублей в месяц за коммуналку то есть главная мотивация это было были деньги да то есть идти в армию нет не деньги главная мотивация была квартиру заработать как бы деньги в россии можно заработать спокойно работая на гражданке ну то есть квартиру тяжело заработать там на квартиру сколько стоит на сибирской квартиры я взял за 3 миллиона 400 тысяч двухкомнатную квартиру 60 квадратов долларов сколько где-то 100 тысяч долларов на грубо говоря то можно конечно заработать это сколько комнат сколько метров 60 квадратных метров двухкомнатной квартиры новостройки как бы можно взять гражданскую ипотеку мы там и платежи соответственно тысяч по 20 в месяц ну как бы старший брат у него гражданская ипотека есть но он гражданский человек он работает он работает спокойно на заводе на же бои в самом городе омске и зарплату не около 55 50 55 тысяч в месяц ну а я как бы всю жизнь не стал в армии служить просто я не думаю что в такой ситуации вот и все в какой ситуации как бы я когда контракт подписывал я прекрасно понимал что мне придется все равно когда-то же рисковать своей жизнью даже даже на работе у нас есть прыжки с парашютом это самый резидент жизни я 37 прыжков выполнил как бы ну и со мной придется участвовать каких-то боевых действиях еще что-то еще что-то просто у меня как бы должность такая что она в основном в тылу я должен быть находиться а не на передовой никак ну как сказать связи это важно важно я начальник команды штабной машины со штабом должна быть а я поехал грубо говоря уже учитывая не на вступление это первая военная компания принципе да командировок многое было а где было было да в основном ездили по полям ростовской области стояли просто в полях и все почти а где-то еще там типа сирия усиливу натош военная компания но я там боях там никаких не участвовал ага почему серию ездил где был в самой базе на химиме а что делали сколько был в сирии четыре месяца что думаешь военная компания в сирии что что думаю же военная компания в сирии я на ты буду я на ты буду мы почти одногодки на ты буду хорошо ради бы вычу страшного черт думаю как бы ошибкой не вникал мне кажется тот контингент который зародился там тоже исламское государство и гил да ну их надо было как бы уничтожать грубо говоря и это прекрасно все делали даже американские потом уже сколько даже по телевизору репортажа смотрел он даже встречались нашими уже войсками там и вместе они это делали хорошо как бы это надо было искоренить а здесь почему вошел да здесь просто приказ поверьте я не доброволец никакой не не было желания на просто просто странно выходит из серии ты так для себя определил какое-то понимание за в украине они всею не хотел делать как бы это приказ ни один человек здоровомыслящий никогда не захочет воевать я пока все другом если это взяли да то цена там жизни вот сейчас мы можем говорить что цена ноги это сколько сто тысяч долларов выходит так это квартира 60 метров наверное без ноги же сейчас на квартира есть не знаю это нормальная прайс как сказать не знаю конечно я сейчас удовольствие много чего дал чтобы нога вместе было потому что у меня очень тяжело как бы относится здесь с понимаем даже все вся администрация мне не гоняет ничего как бы и спокойненько хожу допустим ну даже в строй уже уйдет я потихонечку иду со мной прапорщик идет рядом чтобы ну сопровождает никто не гоняет также допустим на работу не предоставили что я мог сидеть и руками работать то есть странные вещи выходят да вот например когда там смотреть интервью русских солдат никто ничего не понимал да в этой войне может много кто ничего не понимает то есть ты не понимаешь что ты сделал ну грубо говоря так ну шел на Чернигов знаю что русские войска хотели сделать Чернигов видел что сделали честно нет даже не подозревал я никогда не думал что война она может быть такая чтобы там разрушались города или еще что-то еще что-то я думал там в полях а я в боях не участвовал я не видел это на Сирию ты видел Сирия уже разрушена все но я только на базе на Хмимиме был я нигде больше в Сирии не был это русская база ну и все ну город там вокруг у меня есть там все у нас вывозили маленечко искупаться в Средиземном море мы там до по-моему четыре километра как бы ЧВКшники были с вами на Хмиме вот этого я не видел а в этом в Украину заходили с ЧВКшником или сами я не знаю заходить есть ли здесь ЧВКшники или нет я этого не знаю я заходил составил свое подразделение ну походу вот мы перед тобой разговаривали с ЧВКшником с ЧВКшником ну вот видите значит есть но он на этого понимания но он говорит что он не знал что он ЧВКшник к ним все обращали как называют ЧВКшников России Ласлангово насколько я знаю что это частная война компания да но на сланге на сланге чеосы на меня не знаю чего музыканты как музыканты а типа эти как их типа Вагнера как композитора немецкого что-то да 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 ну слышал к нему все обращались музыкант он мне говорит что он не знал что он прикреплен ЧВКшник ну видите может то есть русские военные да контракта нету ничего нет нет я слава богу российский контрактник даже когда я вернусь домой я знаю что мне восстановят ну не восстановят конечно ногу меня не пришьют но сделают протез и выплатят определенную страховку назначить пенсию и ну я буду уже как пенсионером опять точно думаешь думаешь так будет ну как бы надеюсь надежда умирает последние а может спишут как они спишут без пенсии без ничего нет такого не может быть почему ну потому что у меня брат старший он военный пенсионер а он где воевал он только в Чечне был в Чечне да а в каких компаниях он принимал участие по-моему во второй во второй да ну послужил с 92 года как бы со срочки в самой и по самую ну да по самую пенсию и в Чечне он сам ездил приказ пришел он поехал а добровольно он ну я считаю он будет полным отбитым человеком чтобы добровольно поехать куда-то воевать приказ это есть приказ а так вот не добровольно можно поехать воевать как у вас люди добровольно которые идут воевать за родину это один вопрос а поехать за деньги выложить свою голову и тебе деньги уже не нужны будут а вот смысл то что ты думаешь что русские войска делают в Украине вот сейчас я не знаю это слово политики это я не понимаю что они делают мне кажется никто не хочет здесь воевать я даже не знаю как сейчас на фронте все происходит как и о чем говорят в стране просто мне многие спрашивают что допустим нас там зомбировали еще что то еще что то я просто как бы телевизор в принципе не смотрю особенно новости я новости начал смотреть здесь мне просто стало интересно это как бы может нам покажут что у нас в России творится там может еще чем может променьшим и скажем что домой очень сильно за полгода хочется а вот так дома вникать в какие-то новости вообще в принципе в геополитику и чего что то мне это было никогда не интересно я домой приезжал просто я поужинаю и с женой пообщаюсь с детьми поиграю и все у меня дома шли только мультики ну хорошо ты же понимал когда 24 числа вошел в Украину что ты в Украине вот ты себе вопрос не задавал что ты здесь делаешь вот это же я уже начал как бы понимать сразу после того как ну когда мы вошли на территорию Украины я уже понимал что либо я сейчас ну либо выживу либо меня убьют можно еще пожалуйста либо я выживу либо меня убьют ну уже было такое понятие так в смысле ну выживу или это ну вот понимание что ты здесь делаешь вот чисто мне как солдат как человек для чего ты здесь даже затрудняюсь ответить на этот вопрос мысли были смешаны ну какие прям да я даже уже сейчас исполню даже не смогу какие мысли были ну чувство было негативное ну по отношению к тому себе как бы не охота было мне этого делать в первые дни говорили что происходит деноцификация украинского населения нам об этом никто не говорил мне много раз уже такой вопрос задавали задавали про какие как вы сейчас сказали даже слова это выговорить не могу я в принципе даже смысл этих слов не понимаю как бы нам об этом никто не говорил вообще ничего Бандарева знаешь что такое? Бандеровец? вот как ты себе представляешь Бандаровца? можно вот ты говорить без проблем в смысле? кто такой Бандаровец? у Степана Бандера Бандеровец? да насколько я знаю он был просто как как сказать революционист допустим как Ленин был революционистом так и Бандера был за что он боролся? за что он боролся? просто за свободную Украину и все то есть это нормально Бандарец это нормальные люди по ходу да? то есть последователи Степана Бандара в твоем восприятии для меня человек который в принципе борется за свободу независимость своей страны своего отечества он в принципе нормальный человек украинцы что сейчас делают? борются за свою страну за свою свободу против кого? против России против нас то есть против оккупантов да? получается так а вот как дальше жить? вот сейчас война война или операция? ну ее по-разному все называют ну ты как думаешь? ну в принципе можно назвать и спецоперацией можно назвать и войной ты говоришь что вот смотрел новости да? здесь уже в Украине много говорили о Ирпень, Буча, Мариуполь я слышал что думаешь? ну чувствую были негативные в принципе я много раз уже говорю что я человек военный и у нас как бы учили даже на срочке учили что если воевать то надо с вооруженным солдатом ну неважно с кем какой страны или где-то как-то ну стрелять вот так вот просто насколько я знаю как расстреливали ну верно жителей я не знаю это честно это нижнее мое достоинство я не смогу вот как показывают там воровать, дерничают, воруют, насилуют лично я это не смогу сделать мне кажется это просто больно надо у человека это будет делать но таких же русских много? ну к сожалению да есть такие они везде есть такие ну то все что же здесь показывается здесь только больных отослали или как? не понял то сюда приехали ну русский солдат он больной по сути да? русский солдат он не больной а какой? ну то что они делали есть ты же сам говоришь это больные дела я понял есть плохие люди нет плохой нации есть плохие люди везде такое есть это посевместно как везде так я не могу говорить за других я знаю только могу сказать за себя вот лично я бы никогда бы этого не делал даже если мне там сказали уби его то я бы не стал этого делать потому что этот человек беззащитный он не вооружен вообще никак он мне не представляет никакой опасности допустим если бы я не получил ранение и был там ещё там в боях не в боях да с военным будет который вооружён который оказывает там огневое воздействие на меня я бы на него огневое воздействие сделал ну а это первое боевое столкновение было да? да это в моей жизни первое боевое столкновение Это я первый раз подозрел, он под таким был. И всю жизнь там пролетела перед глазами. А вот у тебя немного выходят слезы, да? Вот почему? Я вижу. Ну, потому что... Жаль, за что? За ногу? Нет. За что? Ногу это Господь наказал, грубо говоря. Мне жалко. Я просто не знаю, что с моим личным составом. У меня хоть их три человека, но я пока не знаю, что с ними, живы они или не живы. Это раз, во вторых, мне просто людей здесь жалко. Ну, в мирных в основном. Да и бойцов ваших многих жалко. Молодые парни, потому что что у нас, что у вас гибнут люди. Ну, это война, это политика, это... Я не знаю, когда это прекратится и как это прекратится. А вот у вас многие поддерживают это все, да? В России? Я не знаю. Не, ну, передайте... Передайте им, это... Война началась не в 2022-м, война началась в Украине в 2014-м. Вы про это имеете в виду? А там, поверьте, многие никто не вникали сильно в это. Как бы я тоже слышал, что на Донбассе война идет туда-сюда. Как бы я тоже в это не вникал. Это как бы... Ну, и у меня там происходило, как это было и почему. Как бы, ну, я не вникал. Опять же. А как относится сейчас, в принципе, к войне, ну, к этим событиям, что здесь происходит у меня в стране, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я не знаю. Просто я не знаю этого. Семья знает, что ты в плену? Семья знает. Что-то делают? Вот этого я не знаю. Потому что, когда я разговаривал с женой по телефону, крайний раз, 18-го марта, я ей позвонил, сказал, что живой, так и так, получил ранение, потерял ногу, попал в плен. Она говорит, я, говорит, знаю, приезжал какой-то полковник с бригадой, она не знает, кто это. Он сказал ей, что он находится в плену, что он получил ранение, потерял ногу, и мы его там, ну, попробуем вытащить, вернуть, там, обменять, как он ей сказал. Ну, я до сих пор здесь, я не знаю, почему. Либо там, как в списках, мне числюсь как-то, я не знаю, либо, может, ваша страна меня не отпускает, я не знаю. Я знаю, что я в плену, я хожусь у 25-го августа, будет уже ровно 6 месяцев, как я нахожусь в плену. Хотя многие люди, которые попадали в плен, допустим, в мае, в июне, они уже уехали на мой момент. Почему я здесь, я не знаю. Ну, как говорится, надежда умирает последняя. Я надеюсь, что в скором времени вернусь домой. Как я слышал, сказали, что после того, как произошла трагедия, которую, наверное, очень жалко тех бойцов ваших, которые погибли в каком-то там лагере где-то. Поланевка. Да, где-то там. Что наш президент Владимир Владимирович сказал, что он предложил, как что, подменять всех нас на всех тех пленных. Но я надеюсь, может, это произойдет, и в скором будущем я вернусь домой. Путина любишь? Я люблю только свою мать и жену и детей. Ну и Родину. А Родина, она не заключается в правительстве или в каком-то определенном городе, как Москва. Здесь же этого ничего нет. Здесь же этого ничего нет. Ни Родины, ни матери. Нет, она любовь такая не к ней не удастла. Нет, она любовь такая не удастла. Нет, у меня в другом вопросе. А, что, я сюда пришел? Да. Ну, нет, согласен. То есть, по сути, пришел умирать за кого? Даже не могу на этот вопрос ответить. За царя? Насколько я знаю, царь у нас был последний Николай II, император. А больше царей не было. Так Путин же царь. Почему? Он называется президент, наверное, царь. Так можно этого каждого президента царем назвать, получается. А сколько детям лет? Моим? Ну, одному пять, другому пятнадцать. Ну, тому, у которого пятнадцать, он же другого президента не знает? Да, он, в принципе, этого-то не знает. Мм? Он, в принципе, этого не знает, что Путин Владимир Владимирович и все, о чем он. Он не вникает в это. Ну, еще совсем маленький. Когда он подрастет, когда он будет, он лет восемнадцать-двадцать, может, он захочет как-то изменить, что-то будет понимать. А сейчас он не понимает. Он знает, что у него есть мама, папа и все. А вот как разрешить конфликт в войну? Не знаю. Это выйдет в соцсетях и так далее, да? Да. И я думаю, многие будут смотреть. Часто там русские смотрят и так далее. А что бы ты хотел сказать русские? Просто, ну, не знаю, у каждого голова своя, на плечах. Все свои виды очевидные. Просто, может, у нас многие не знают, что это вообще такое, когда... Ну, не знаю, может, книжки не читали, фильмы не смотрели, в принципе, от таких ситуаций, как здесь. Может, не понимают, может, не были в такой ситуации. У многих людей, когда попадают в такую ситуацию, их мировоззрение, в принципе, меняется полностью. А вот что ты думал до входа в Украину о украинцах, что сейчас думаешь? Об украинцах? Да. У плохого, в принципе, вообще ничего. Потому что я знаю, как бы, историю Украины и знаю многих украинских исторических деятелей, таких, допустим, как Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко. У нас даже многие улицы, вот у меня в городе Новосибирске, центральная улица названа именем Тараса Шевченко, есть улица, есть улица Богдана Хмельницкого, у нас награды из Богдана Хмельницкого в Министерстве обороны. Многие полки, части названы и награждены орденами Богдана Хмельницкого. Вот ты говоришь Тараса Шевченко, да? Угу. Знаешь, о ком писал Тарас Шевченко? О ком? О ком, да, о каком народе? О Украине. Он много писал о русских. Ты понимаешь, украинского, у него отличные слова есть. Он писал, «Кохайтеся, чернобриві, та не з москалями, бо москалі – то злі люди, роблять лихо з вами». Понимаешь, да? Ну, я понял, по-моему. Ну, если его честь улицы называли, значит, он не только плохое писал. Он же не о всех плохо судил. Ну, а сейчас то, что в мире происходит, ты за новостями смотришь, да, санкции и так далее. То есть, Россия, она встаёт такой себе страной-изгоем. Ну, Железнанная сопускается опять, грубо говоря. Ну, я думаю, что это будет покруче. Ну, не знаю. Я не знаю, что будет. Ну, то есть, ты хочешь, чтобы вот… Чтобы на тебя, как в русского, смотрели? Нет, не хочется. Мне тоже хочется вернуться домой, съездить, блин, допустим, в Европу, посмотреть какие-то страны. Я всю жизнь мечтал съездить в Италию, посмотреть Колизей, в Грецию съездить, Перфинон посмотреть. Много куда хотел. А где-то был за пределами России? Нет. Не считаю, ну, за границей не считаю. Через Казахстанской республики. Надо момент здесь больше. Но хотел поехать в Европу, да? Ну, как бы хотел, но у меня не было на тот момент возможности. Когда я был на гражданке, с Сибири поехать в Европу, какое-то достаточно большое количество денег надо, чтобы отдохнуть. А то, что, например, украинцы хотят в Европу, они могут до этого хотеть? А почему нет? Не знаю. Ну, это личное дело. А то, что украинцы хотят в НАТО, они могут до этого хотеть? Я вижу, каждый человек делает. Не, ну вот украинцы, как народ, хотят в НАТО. Это нормально? Ну, в принципе, да. А почему нет? Ну, русские говорят, нет. Владимир Владимирович. Я не знаю. Я не Владимир Владимирович. Я не могу отвечать за его мысли. Ну, то есть, Украина – это независимая страна? Как бы, да. Россия вторглась. Получается, так. Вот все время слово «получается». Никто еще не сказал «да». Я не могу однозначно ответить на некоторые вопросы. Это красная для чего? Это сустав болит, кисть. Бабушка еще говорила, что красную нитку навязываешь, и не болит, ну, навязал. От сглаза, типа, да? Нет, не от сглаза. Это здесь уже не где-то, а здесь уже просто кисть заболела, отдел, и, как бы, прошла. А когда, вот, например, если будешь обменен, если будешь, то что думаешь делать? Ну, в первую очередь, сначала стоит свое здоровье, маленечко. Там, госпиталяне госпиталяться, внутри военные. Потом, ну, увольняться, на пенсию выходить, жизнь дальше строить свою. Дай бог, хочу, чтобы еще жена дочка мне родила. Вот если я домой вернусь. А так как я уже здесь полгода, я даже не знаю, может, мне там уже дома не хотят забирать. А может такое быть? Надеюсь, что нет. Ну, такой вариант, возможно, да, что жена может отказаться? Жена от меня? Да. Ну, вряд ли. У меня с женой прожил уже 15 лет, как бы, ну, достаточно долго прожили, но достаточно сильно любим друг друга, чтобы она от меня отказалась.